Идея провести акцию в поддержку фастфуда возникла у двух одесских журналистов. Парни создали группу Facebook и стали приглашать единомышленников. За сутки участие подтвердили уже больше 150 человек. Мы решили сделать акцию не против, а за. Поэтому она и получила такой отклик. Тем более мы все знаем, что у нас люди постоянно питаются этой шурмой. Даже если там найдут где-то нарушение антисанитарии, в ту точку все равно будут приходить и там будут тоже питаться. Поэтому проблему нужно решать комплексно, к ней нужно подходить комплексно и с одесским юмором. Для того, чтобы доказать серьезность своих намерений, активисты согласовали проведение марша в мэрии, а также попросили поддержки у полицейских. Те, в свою очередь, пообещали обеспечить охрану общественного порядка на протяжении всего маршрута. Акция согласована с горсоветом. Вот сейчас согласуем с полицией. Я надеюсь, будет поддержка со стороны правоохранителей. Никто на нас нападать не будет. Приходите, будет здорово и интересно. Активисты говорят, они отстаивают права тех продавцов, которые соблюдают санитарные нормы и торгуют исключительно качественным фастфудом. Марш в поддержку шаурмы планируют провести в субботу. Несколько сотен одесситов выйдут на Приморский бульвар и вместе с любимым фастфудом пройдут от памятника Дюку к мэрии. За сутки тема марша стала топовой не только в соцсетях, но и во многих одесских шаурмичных. Продавцы фастфуда обещают, на акцию придут обязательно. Пойдем с коллективом. У нас очень много молодых работников, поэтому, я думаю, будет интересно. Ахмед готовит уличную еду уже 11 лет. Говорит, к нему в шаурмичную ежедневно приходят десятки людей. Уверяет, клиентам еда очень нравится. Особенно секрет нету здесь. Только просто вкусное дело и все нормально. Который человек наелся и доволен был. Между тем, чиновники говорят, власти борются не с шаурмой, а с антисанитарией, которая царит в большинстве будок, где ее готовят. В мэрии уверены, летом уличную еду нужно продавать в вакуумной упаковке, а скоропортящиеся продукты вообще исключить из меню. Есть шаурма, которая производится в киосках, где нет воды, где нет канализации, где находятся люди, не оформленные на работу, где люди, которые реализуют эту шаурму и производят эту шаурму, не имея санитарных книжек. Непонятно его происхождение эти люди. Где они оформлены, тоже непонятно. И никто не несет ответственность сегодня за этот продукт, который они продают людям, и благодаря чему люди могут точно так же, как в Измаиле, получить тяжелейшие формы пищевого отравления. Однако продавцы фастфуда не согласны с такими требованиями. Они уверены, если еда будет заранее запакована, она потеряет свой вкус.